А Екатеринбургская детская архиерейская певческая капелла «А кто их?» готовит необычный подарок к 400-летнему юбилею вошедствия на престол царской династии Романовых. На протяжении уже нескольких лет коллектив разучивает произведения, посвященные царской семье и написанные величайшими композиторами прошлого. Несколько лет назад, благодаря помощи отца Максима Миняйла, старшего священника Екатеринбургского храма на Крови, начала воплощаться, пожалуй, главная мечта певчих и руководителей архиерейской капеллы «А кто их?» Из Государственного архива Российской Федерации они получили уникальные материалы, произведения, которые были посвящены Дому Романовых и были написаны к самым значимым событиям в царской семье. Это и коронация Николая II, и императрица Александры Федоровны, и 300-летний юбилей династии Романовых, празднование которого прошло в 1913 году. Множество открытий и радостей принесли с собой эти рукописи. Когда мы стали над ними работать, а мы, конечно, с детьми сразу стали их разучивать, мы сразу захотели подготовить большую программу по этим материалам, нас поразило сразу несколько моментов. Во-первых, тот миф развенчался, когда все время говорили, что царской семье посвящали свои сочинения композиторы второго ряда, второго уровня. Ничего подобного. Самые лучшие композиторы. Петр Личайковский, который написал кантату, посвященную коронации Александра III. Затем многолетний директор Московской консерватории Ипполитов Иванов. Директор, опять же, Петербургской консерватории Максимилиан Штейнберг и так далее, и так далее. Лучшие композиторы стремились выразить свое уважение и почтение к царской семье. А сочинения, которые дошли и до наших дней, несут отголосок той любви. Немаловажно, что сборники, в которых публиковались песнопения, как правило, издавались на средства самих авторов. Они распространялись по всей стране, чтобы в разных гимназиях, храмах, послебогослужения и в других местах звучала эта музыка. Представьте, сто лет эти сочинения не звучали. Нигде и никогда. А многие из них и вообще никогда не звучали. Они были подарены. И так их хранились в царском архиве. Они лежали и ждали того времени, когда спустя больше чем сто лет некоторые из них прозвучат. ПЕСНЯ Это «А кто их» исполняет произведение о воцарении династии, написанное русским композитором Михаилом Михайловичем Ипполитовым Ивановым. О царской фамилии дети еще обязательно споют. А в ближайшем будущем, если, конечно, будет на то воля Божья, «А кто их» также планирует издать альбом с этими песнопениями, чтобы, как и сто лет назад, полилась по стране царская музыка. Субтитры создавал DimaTorzok